Дорогие друзья, вы, наверное, знаете, что этот год юбилейный для издательского дома «Сириус». И в связи с этой датой поступает очень много поздравлений от различных людей из разных точек Земли. Я благодарю вас всех за поздравления. Но должна сказать, что книги, которые издает издательский дом «Сириус», это настоящее божественное чудо. Это то чудо, в котором имеют возможность участвовать буквально тысячи людей со всего мира. Начиная от того момента, когда послания приходят в этот мир, что само по себе является божественным чудом, дальше наступает чудо, когда мы делаем книги. Я немножко приоткрою завесу, как это делается. Для того, чтобы создать наши книги, приходится постоянно поддерживать высокий уровень вибраций, заниматься духовными практиками. Татьяна Мартыненко, например, когда приступает к каждой книге, она очень тщательно следит за своим уровнем сознания и старается, чтобы физическая форма книг соответствовала их духовному содержанию. Иногда для того, чтобы сделать обложку книги, делаются десятки макетов в разной цветовой гамме. И выбирается только один, который, как мы считаем, лучше всего передает вибрации высшего мира. Следующее чудо, которое наступает, это вы знаете, что для того, чтобы что-то в этом мире произошло, требуются деньги, финансовые средства. И вот это чудо, оно длится уже на протяжении 10 лет. Тогда, когда нужно издать новую книгу, обязательно находится нужное количество денежных средств, чтобы оплатить все работы, связанные с выходом этой книги в свет. И очень многие люди участвуют в этом процессе, потому что поступают пожертвования. Иногда люди платят всего 100 рублей, а иногда оплачивают целый тираж книг. И это действительно чудо. А следующее чудо наступает тогда, когда эти книги распространяются. Потому что вы знаете, что очень мало сейчас людей, которые читают, вообще читают. Они в основном смотрят телевизор, либо компьютер, но они не читают книги. И вот для того, чтобы эти книги стали доступны для людей, работают, я не знаю, наверное, сотни, может быть, даже тысячи людей по всему миру, светоносцев, которые участвуют в презентациях книг, которые участвуют в выставках. Уже, наверное, проведено десятки выставок по всему миру. А также презентации, которые проходят, ну не знаю, сколько, может быть, больше ста уже презентаций книг состоялось. И меня больше всего поражает тот факт, что люди проводят презентации, и иногда приходит очень мало людей. Два человека, четыре человека приходят на эти презентации. И тем не менее, люди находят в себе, светоносцы находят в себе вот эту точку, от которой они могут оттолкнуться, божественную точку, когда они говорят, что мы будем делать презентации, даже если придет всего один человек и будет слушать эти презентации. И вот это самое важное. Это победа над собой, это победа над обстоятельствами, это действительно духовный подвиг, который совершают люди, когда они идут и распространяют книги, учения. Как мы видим, книги издательского дома «Сириус» это настоящее божественное, совершенное чудо, которое продолжается уже в течение 10 лет. И в этом чуде участвуют сотни и, возможно, даже тысячи людей по всему миру. Поскольку мы делаем дело света, дело распространения учения владык, мы работаем для общего блага, для того, чтобы добро победило в этом мире, то фактически можно сказать, что мы все представляем общину Святого Духа, потому что мы все делаем работу для общего блага, и мы совместно прикладываем для этой работы свои усилия. Завершился большой этап работы. 10 лет, когда мы выпускаем книги издательского дома «Сириус». Издано уже около 65, я думаю, наименований книг, и они распространяются по разным странам. Интересно то, что в других странах люди также издают книги на своем родном языке. Это Латвия, Литва, это Португалия, это Турция, это Болгария. Книги издаются на английском языке, немецком языке. И те люди, которые распространяют это учение в своих странах, они делают то же самое большое дело. То есть фактически на всем земном шаре имеются люди, которые распространяют это учение, делают общее дело владык для планеты Земля. На небе только одна звезда — Сириус. Но кроме звезды Сириус существует очень много других звезд. И каждая звезда освещает свое пространство во Вселенной. И точно так же каждый из этих тысяч светоносцев, которые участвуют в этом деле распространения учения владык, освещают вокруг себя пусть маленькое, но пространство. Я благодарю всех вас за этот десятилетний огромный труд, за те усилия, которые вы прикладываете ежедневно в работе над собой. И тогда, когда вы, несмотря на неблагоприятные, может быть, внешние условия города, идете и выполняете свое маленькое дело. Спасибо вам и низкий поклон. Спасибо.